МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на телеканале ЖТСУ. Время новостей. С вами Пана Усимбекова, сурдоперевод Марата Жмабекова. Сегодня в выпуске. СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ. В Алматинской области запустят легкорельсовый транспорт. Тест-трайв. Автобус отечественного производства проходит обкатку в Талдыкургане. Умные документы. Цифровые водительские права появились в мобильном приложении. В Казахстане состоялся внеочередной 20-й съезд партии Нур-Отан, на котором была рассмотрена предвыборная программа правящей партии. Общим голосованием был также утвержден и список кандидатов в мошили с парламента РК. Кто из претендентов от Алматинской области вошел в кадровый резерв, расскажет наш корреспондент Кульмира Тимиргалиева. Партия реальных дел. Именно такую оценку дал Касым Жомар Тукаев, подчеркнув лидерство партии большинства и ее готовность нести ответственность за будущее Казахстана. Наряду с этим им названы четыре основных приоритета, среди которых и принципы устойчивого развития экономики регионов. Ключевым направлением остается также борьба с коррупцией. По мнению главы государства, партия и ее единомышленники играют важную роль в единении народа. А значит, их главная задача – не пустые обещания, а конкретные дела. Именно на этих принципах должна основываться деятельность каждого кандидата, подчеркнул президент. Чтобы использовать этот исторический шанс, нам необходимо предложить в стране новую парадигму развития. Здесь понадобятся усилия всех медведей власти – президента, правительства и, конечно же, законодательной власти. Поэтому предстоящие выборы особенно важны для всего общества. Принятая на съезде предвыборная программа партии гарантирует достойную жизнь каждому казахстанцу. В течение пяти лет будет затрачено порядка 21 триллиона тенге на реализацию социальных проектов. Это развитие телемедицины и строительство современных медцентров в каждой области, повсеместное внедрение цифровизации и проведение газификации, выделение грантов на поддержку молодых предпринимателей, снижение количества маргинальной молодёжи, решение проблемы трудоустройства. Большое внимание уделено изучению государственного языка и развитию массового спорта. В приоритете также IT-технологии и туристическая сфера. К 2025 году увеличится и количество школ. Нужно придать импульс системной модернизации, сформулированной первым президентом Нухултаном Абишевичем Назарбаевым в пяти институциональных реформах и плане нации. С этой же целью мы принимаем предвыборную программу «Путь перемен. Достойная жизнь каждому до 2025 года». Своё мнение выразили и кандидаты из разных регионов Казахстана, каждый из которых готов к реализации идей предвыборной программы. Среди них жительница Жамбылского района Алматинской области, журналист, многодетная мать и медиаволонтёр Алия Апсиметова. Самореализация женщин – один из приоритетов нашей предвыборной программы. Я общаюсь со многими женщинами, знаю проблемы, которые их волнуют. Часто женщинам приходится обивать в пороге различных органов, чтобы решать свои вопросы. Сегодня нет единого ведомства, который координировал бы государственную политику в этой сфере. Государства делают очень многое для женщин, для многодетных матерей, для неполных семей и детей-сирот. Но думаю, что пора эту работу проводить системно. Среди экспертов часто обсуждается вопрос создания агентства по делам семьи и защиты прав детей и женщин. Я хотела бы поддержать такую идею. В ходе работы съезда был также утверждён партийный список кандидатов в депутаты в мажорист парламента страны. Из 126 человек, 77 выбраны через праймерис. В их числе и 8 кандидатов от Алматинской области. К слову, почти треть списка составляют женщины. Как отметил Нурсултан Назарбаев, членство в партии не привилегия, а обязанность перед обществом ежедневно работать на благо Родины. Слова на путствие кандидатам партийного резерва выразил и глава Алматинской области Амандык Баталов. «Партийная программа, то, что Хасмаджамад Кемир сказал, видели, то, что мы делаем, в скольких пунктах перекликается. Завтра, послезавтра общежитие будем знать. Трехсменные школы, по детским садам, по обеспечению качественной жизни, вода, компьютер, басха, балабашка. Вы должны эту программу знать. И все люди, члены штаба, другие все должны это для людей давать». «Очень рада, что в Алматинской области были выбраны достойные 8 кандидатов, в том числе и я. Я хотела бы поздравить всех в первую очередь и, конечно же, отметить то, что на сегодня на высоком уровне было отмечено мое предложение. Я была рада, как мама, как женщина и как гражданин Казахстана, что о создании агентства по делам семьи и защиты прав детей и женщин. Что многодетным матерям даст это агентство? Это остановит в какой-то части по своему бюрократию. «Женщины будут обращаться только в один орган. И этот орган будет решать их проблемы на одном месте». Для восьми кандидатов праймерис уже позади. Но это только начало серьезного пути служению народу и решению социально-экономических вопросов на более высоком уровне. Гульмира Тимиргалеева, Авзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Иностранные инвестиции в дорожно-транспортную систему. Проект под названием «Скоростной трамвай» предложили главе Алматинской области турецкие инвесторы. Его суть заключается в запуске легкорельсового транспорта, связывающего Талгар, Каскелен и Алматы, а также охватывающего несколько районов мегаполиса. Это позволит уменьшить уровень пробок и упростить перемещение жителей между городами. По предварительной оценке стоимость проекта составит порядка 260 миллионов долларов. Все расходы компания «Макеол», выступившая инициатором, намерена покрыть самостоятельно. Ранее она уже инвестировала 750 миллионов долларов в строительство большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги. В рамках встречи глава Алматинской области изъявил готовность к сотрудничеству и сделал встречное предложение по инвестированию в Верхнюю Каскеленскую и Верхнюю Талгарскую трассы. «Делать там скорость, 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 именно для Талгар и Каскелен. Первый этап мы планировали город Алматы до аэропорта и внутри, второй этап до Талгар, третий этап мы планировали до Каскелен, потому что все вот там проекты интегрировать друг друга». «Вы вот эту Верхнюю Талгарскую трассу параллельно вот в этот проект включили, чтобы начали тоже реконструкцию и расширение его, потому что не все захотят ездить на ЛРТ, некоторые на машине, правильно, да? Конечно, конечно. Дорога должна, если шикарная ЛРТ, а дорога узкая, забитая, вся плохая, тоже не пойдет. Хорошо? Давайте мы заключим меморандум. Все необходимые исходные данные вам дадим. Давай начнем работу. Еще 22 человека заразились коронавирусом за последние сутки в Алматинской области. Из 5574 больных ковидом 4932 человека выздоровели. По темпу прироста КВИ ситуация относительно стабильна, заверяет руководитель управления здравоохранения. Регион все еще находится в зеленой зоне. Тем не менее, расслабляться не стоит, предупреждают специалисты. Активная подготовка ко второй волне пандемии продолжается. На борьбу с ней из местного бюджета выделено почти 9 миллиардов. Из них свыше 7 миллиардов на оснащение необходимой материально-технической базы. Также приобретено 41 наименование лекарственных средств на 400 миллионов тенге. В резерве областных аптек более миллиона масок, а в медучреждениях средств индивидуальной защиты хватает на два месяца. По словам спикера, область к повторному всплеску коронавирусной инфекции готова. Существует четыре ситуационных центра. Это два взрослых и два детских, в которых находятся один-два в южном регионе и два в северном регионе. В частности, в городе Талдыкурган, это где мы оказывали городская многопрофильная больница. Она полностью оборудована. Там существуют мобильные бригады, которые выезжают в тяжелых случаях, в которые входят реаниматолог, пульмонолог, инфекционист. Оборудование медицинское и условия созданы в условиях нашего инфекционного госпиталя. Что такое медиация? Каким должен быть медиатор и когда необходимо его участие? Ответы на эти вопросы искали участники республиканского онлайн-семинар-тренинга, организованного АНК совместно с Министерством информации и общественного развития, Комитетом по межэтническим отношениям и РГУ Когам Дхкельсом. В мероприятии приняли участие представители этнокультурных объединений, члены молодежного штаба Жангаружола и медиаторы из разных регионов страны. При Ассамблее народа Казахстана институт медиации действует с 2015 года. В Алматинской области открыто 68 центров медиации, в которых работает свыше 270 общественных и 24 профессиональных медиатора. Ими ежеквартально проводятся дни открытых дверей и различные мероприятия, направленные на профилактику семейных и других конфликтов. На прошедшем семинаре поднимались самые актуальные проблемы, связанные с деятельностью медиаторов. Второй вопрос на повестке дня касался волонтерства. При АНК центр волонтерства был открыт в январе 2020 года. За это время проведено немало благотворительных мероприятий. Особенно отрадно, что сегодня большую активность проявляет молодежь, отметили собравшиеся. Наши мероприятия всегда включали в себя благотворительность, но в этом году число желающих помочь увеличилось в разы. Подобные семинары, они не только обучают, но и вдохновляют детей, молодежь, подростков к именно благим делам, потому что своими примерами спикеры рассказывают, насколько это хорошо, насколько это правильно, и вообще, что быть добрым – это на самом деле одно из важнейших качеств человека. Мои года – мое богатство. Вековой юбилей отметила Анна Шевелева. Поздравил жительницу областного центра со столь знаменательной датой Аким города. Колымжан Абдраимов пожелал имениннице крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Градоначальник отметил, что женщина-юбиляр внесла весомый вклад в развитие сферы образования региона. Также Анна Шевелева внесла особую лепту в отечественную журналистику. Она несколько лет проработала в газете «Путь Ленина» райисполкоме Алакольского района. Долгие годы посвятила партийной работе. Свои поздравления принесли именинницы и представители профсоюза образования и науки Алматинской области. Они подарили женщине-юбиляру памятные подарки. Анна Шевелева поблагодарила гостей и поделилась с ними секретами своего долголетия. У меня не было никаких плохих отношений с коллективом. У меня всегда были добрые, хорошие отношения в любом коллективе, в котором я работала. Я ни пила, ни курила, ни трудилась очень много. Раньше, знаете, и в конторе работали, и на поле работали мы везде. И питалась я всегда дома. Все готовилось своими руками. И то, что мы вырастим. Уровень знаний школьников в сельской местности, принявших участие в проекте «Бергемсблем», стал выше. Такие итоги были подведены сегодня на брифинге с представителями социально-волонтерского центра «Доски-Изет». Данный общенациональный образовательный проект в Алматинской области был реализован волонтерами в рамках гранта Центра поддержки гражданских инициатив в партнерстве с Управлением образования. В целом, за время его реализации центром «Доски-Изет» были подписаны меморандумы с различными организациями, которые оказали помощь в проведенной работе. Для учащихся школ сельской местности волонтеры организовали онлайн-лагеря, олимпиады, конкурсы, семинары и тренинги, вели подготовку к ИНТ. Результаты не заставили себя ждать. Из 264 выпускников, прошедших такую подготовку, 75% поступили на грант. Всего в проекте приняли участие свыше 3000 школьников. Стоит отметить, что волонтерами стали студенты ЖТСУского университета и ученики Назарбаев интеллектуальной школы города Талдыкурган. Цель нашего проекта была помочь в подготовке, то есть в образовательном проекте, именно привлечь волонтеров и помочь детям сельских школ получить какие-то дополнительные знания. Мы достигли этой цели. Порядка больше тысячи детей, кто постоянно принимал участие в нашем проекте с период с апреля по ноябрь включительно. С ними работало 92 волонтера и плюс 8 пробоноволонтеров. Результат проекта, думаю, что мы достигли, мы просто показали, как могут волонтеры образовательного проекта заниматься волонтерством и помогать детям из сельских школ. Автопарк Алматинской области может пополниться более 60 новыми автобусами. Тест-трайв проходит автобус отечественного производства Сарарка Автопром. Главный плюс транспортного средства – наличие пандусов для людей с ограниченными возможностями. Помимо его внешнего вида, стоит отметить и наличие специальных мест для инвалидов – аптечки и трех камер видеонаблюдения. В случае одобрения и введения в строй новых автобусов, особенным людям станет легче передвигаться по городу, уверяет руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог областного центра. Ведь и ранее таких условий не было предусмотрено. К слову, сегодня по городу на линии работает 190 автобусов, которые курсируют по 26 маршрутам. На сегодняшний день через детство СПК мы планируем закупать перевозчики 61 автобусов. Мы заявку дали. Сейчас тестовый режим, сейчас 40 автопромов, Кустановское производство. Нам дали «Ютонг» 8,3 метра. Общая местность 59 мест, из них 3 места для инвалидов. Если тест-трайв проходит нормально, тогда, по-моему, наши перевозчики будут закупать именно это автобус, 40 автопромов. Современный подход. Водительские права стали доступны в цифровом формате. Они в скором времени заменят бумажный аналог. Такое заявление в начале года сделал глава государства Касымжом Артукаев. Документ будет доступен в виде QR-кода. Это освободит граждан от необходимости носить с собой оригиналы документов, подвергая их риску утери и порчи. Подробнее в материале моего коллеги Дамира Анитова. Александр Цой водитель с 35-летним стажем. Примерный гражданин всегда носит при себе водительские права. Несмотря на возраст, 63 года, мужчина с современными гаджетами на «ты». Сегодня он посетил ЦОН, чтобы установить приложение «Егофмобайл». За цифровыми документами будущее, уверен житель областного центра. Насчет новшества, то, что сейчас это проводится через приложение. Я сам не увлекаюсь, но попрошу детей, они мне подключат. Это новшество является очень хорошим делом, потому что мы многие водители за свою жизнь теряем удостоверение водительских права техпасов. Теперь, если с этим приложением ничего не нужно с собой таскать, все это будет в телефоне приложение. Это очень здорово и это нужно. Для того, чтобы увидеть цифровые версии документов, казахстанцам необходимо скачать приложение «Егофмобайл». Затем авторизироваться с помощью ЭЦП или одноразового пароля. Затем перейти во вкладку «Цифровые документы» и вуаля! Все документы в вашем телефоне. Напомним, приложение «Егофмобайл» было обновлено в прошлом году. Тогда казахстанцы имели доступ лишь к удостоверению личности. Последний апгрейд усовершенствовал софт и функционал, водительские права, справка о браке и свидетельство о рождении, диплом и даже анализы ПЦР-тестирования. Все это доступно уже сегодня. Здесь нужно отметить, что это версия тестовая. Не у всех граждан отображаются цифровые документы. Со временем это приложение справится и будет отображаться у всех, кто пользуется приложением. Ожидается обновление, что везде мы будем предъявлять вот эти электронные версии документов. Как отметили в ЦОНЕ, QR-коды электронной версии водительских прав в будущем можно будет предъявить полицейским. Пока же казахстанские автолюбители обязаны иметь при себе водительское удостоверение и техпаспорт на транспортное средство. Норма освобождения от ношения документов еще не принята. Еще на две недели продлили карантин в Восточно-Казахстанской области, сообщает корреспондент Хабар-24. Несмотря на все предпринимаемые меры, регион остается в красной зоне. В новом постановлении сделали лишь небольшое смягчение карантинных ограничений. Например, разрешили по выходным работать открытым продовольственным рынком. Исключение составляют город Риддер и районы Алтай и Глубокое, где эпидемиологическая ситуация до сих пор не стабилизировалась. Все остальные ограничения в области сохраняются до 8 декабря. Сразу 30 наркоправонарушений выявили жамбылские полицейские в ходе ОПМ-допинга. Из них 14 уголовных преступлений, в том числе 4 факта незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере. Два факта по нарушениям правил обращения с наркотическими средствами, психотропными и ядовитыми веществами. За время оперативно-профилактического мероприятия из незаконного оборота изъято более 25 килограммов различных наркосредств, из которых 15 килограммов у 62-летнего мужчины. На момент задержания он работал чабаном. В Павлодарской области пресекли незаконный оборот ГСМ на 550 миллионов тенге, сообщает закон КИЗ. Департаментом экономических расследований по Павлодарской области комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики в рамках ОПМ «Боррель». Пресечена деятельность по незаконному обороту горюче-смазочных материалов почти на 2,5 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму более 550 миллионов тенге за 2018-2020 годы. Подозреваемые задержаны и в их отношении специализированным следственным судом Павлодара избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Франция объявляет о поэтапном смягчении карантинных мер. Президент Эммануэль Макрон сообщил, что благодаря общим усилиям распространения коронавирусной инфекции в республике удалось замедлить. С 28 ноября могут открыться магазины. С 15 декабря отменяются ограничения на передвижение по стране, но с 9 вечера до 7 утра будет действовать комендантский час. Об ослаблении карантинных мер сообщили также британские власти. С 15 декабря в стране начнет действовать новая система тестирования на коронавирус лиц, прибывающих из стран с высоким риском заражения. Период обязательной самоизоляции для пассажиров из указанных регионов будет сокращен с двух недель до пяти дней в случае отрицательного результата теста. В Италии зафиксирован новый антирекорд второй волны коронавируса. За последние сутки здесь скончались 853 инфицированных. Правительство страны готовит план действий на рождественский период, чтобы не допустить третьей волны после праздников. В отель на карантин 20 тысяч мест для изоляции больных COVID-19 намерены обеспечить в Италии за счет отелей. И хотя эта цель еще не достигнута, снижение давления на систему здравоохранения страны уже ощутимо. По данным Ассоциации гостиничного сектора Италии, из 1200 отелей Рима открыты 200. Лишь 15 из них доступны для принятия пациентов, а уже начали работать с ним едва половина. Отель Шератон – один из них. Здесь 169 номеров, предназначенных для заразившихся коронавирусом. В Шератон уже прибыли первые такие постояльцы. Муниципальные власти ввели фиксированные цены в размере 30 евро на каждого постояльца. Это покрывает отелям расходы на уборку и санитарное обслуживание. Субтитры создавал DimaTorzok